Баскетболистки Надежды приняли старт в Евролиге. В Турции наша команда встречалась с одним из главных фаворитов турнира Финербахче. Из-за визового скандала с США турецкие власти запретили въезд американским легионерам Надежды Кеннон и Джонс. Травмировалась Бентли, но ее бы тоже не пустили. Таким образом, Оренбургскому клубу пришлось играть с фаворитом, без ключевых игроков и вообще в составе 8 человек. На практике даже 7, так как тренера оставили на лавке Анастасию Точилову. Турчанкам противостояли стартовая пятерка и двое запасных. Честь им и хвала, ведь в этой практически безнадежной ситуации Надежда проявила характер и достойно боролась за честь флага. Удивительно, но после первой десяти минутки наши вели в счете плюс 2 и к большому перерыву плюс 3. Но в часто ключевой третьей четверти хозяйки показали всю мощь 26-14 и наши все равно не сдавались. В последнем игровом отрезке сумели сократить разрыв до 4 очков, но на финишный рывок попросту не хватило ресурса. И проиграли-то немного – 61-67. Майгас и Гуэровиди набрали по 13 очков, 11 – у Черепановой. В составе «Фенера» лучшей стала наша старая знакомая Веремеенко – 12 плюс 12 подборов. Два других российских участника Евролиги выиграли дома. У ГМК с трудом у польской Вислы. Курская «Динамо» уверена у бельгийского «Кастерса». Надежда вернулась в Москву, где в воскресенье сыграет матч российского чемпионата с «Динамовками». В другой Евролиге по настольному теннису действующий чемпион Оренбургский факел «Газпром» сегодня во Франции сыграет матч второго тура со своим, пожалуй, самым принципиальным соперником Патуазом Сержи. Два года назад именно французский клуб в финале отобрал у наших кубок чемпионов. Да и раньше было дело огорчал. В этом сезоне факел в стартовой встрече уверенно разобрался с поиской Багории. А вот Пантуаз сенсационно проиграл дома дебютанту Лиги чемпионов португальскому спортингу. Лидер Пантуаза и сборной Португалии Маркуш Фрейтеш пал от рук своих более молодых коллег Корвалья и Монтеера. Так что неожиданная победа португальцев на чемпионате Европе 2014 года сейчас таковой не выглядит. Спортинг вчера уже сыграл второй тур, уверенно победил Багорию и возглавил таблицу группы А. Такой вот сюрприз. Факел может вернуть себе лидерство, победив сегодня 3-0 или 3-1. Но сделать это будет крайне тяжело. Проигрыш практически похоронит французов, и поэтому они будут сражаться изо всех сил. Хоккеисты Южного Урала приступили к домашним матчам чемпионата высшей лиги. Первый из четырех соперников, исходя из турнирного положения, самый сильный – Саров из Нижегородской области. Арчане, горя желанием порадовать себя и болельщиков, начали без разведки, на высоких скоростях. Однако пробить голкипера гостей не удавалось, а вместо этого за задержку шайбы рукой получили буллит в свою сторону, и гости открыли счет. Во втором периоде хозяева темп не сбавляли, и это принесло плоды. Егор Дорофеев счет сравнял, а Роман Музычка вывел южноуральцев вперед. Однако Саров вновь воспользовался своим шансом. Большинство – куча мала у наших ворот, и соперники буквально заталкивают шайбу. Главный арбитр воспользовался видеопросмотром и гол засчитал. Ничья 2-2. Овертайм надолго не затянулся. Едва пошла вторая минута, как Музычка оказался самым расторопным на пятаке гостей и оформил дубль. 3-2. Хорошее начало серии. Ждем продолжения. Сегодня с Дизелем. В субботу в рамках 18-го тура чемпионата футбольной национальной лиги Оренбург будет играть на выезде с Сибирью. Думается, игра будет очень сложной. Новосибирцы начали чемпионат удручающе, в четырех турах набрав всего одну очко. Зато потом как? Побежали? За 12 туров с пятого по шестнадцатый проиграли лишь раз, крыльям в Самаре. И вот в последнем матче тоже, причем совершенно неожиданно, дома, звезд с неба не хватающему курскому авангарду 0-2. Вряд ли второе домашнее поражение подряд входит в планы новосибирского клуба. Сейчас сибиряки на девятом месте таблицы, отставая от идущего третьего Оренбурга на 6 очков. Мы, в свою очередь, в пяти очках от второй строчки. Да, это очень хорошо, но недостаточно. Все-таки напрямую не выходим. И для нас, я считаю, это неудовлетворительный результат. Рано пока еще смотреть, потому что плотность большая, первая десятка. Тут пару игр проиграть, можно и на десятый опуститься, и ниже даже. Так что, ну, рано еще пока о турнире таблицы говорить. Сегодня утром команда в хорошем, боевом настроении вылетела в Новосибирск и днем прибыла в место назначения. Сразу тренировка на стадионе «Спартак» и завтра, в три часа дня местного времени, там начнется матч. В эти выходные в Перми пройдет юниорское первенство Приволжского федерального округа под Зюдо. Сборная нашей области отправляется в столицу Западного Урала в составе 18 человек, представляющих Оренбург, Орск, Бузулук и Зато Комаровский. А в Хорватию на юниорское первенство, но уже мира, едет орчанка Ксения Задворного. Совсем недавно в составе российской сборной, взявшая бронзу, первенство Европы. В Загребе национальную команду составят по 10 юниоров и юниорок. Задворного будет бороться в категории до 70 килограмм. Анатолий Юденич, Новости спорта.